На Украине может прекратить работу главный кардиоцентр. Детище всемирно известного академика Николая Амосова. Лишили денег из бюджета, предложив зарабатывать на пациентах. Это сделали в рамках реформы здравоохранения, которую сами врачи называют чуть ли не геноцидом. Алена Германова поговорила с людьми, которые на грани отчаяния. Всю жизнь проработал, я не мог заработать себе на лечении. Кошелек или жизнь – выбор, перед которым на Украине могут поставить уже не только в темном закоулке. В институте сердечно-сосудистой хирургии и рады бы лечить. Но не на что. На собственное здоровье раскошеливаться должны пациенты. Очень жаль, что многие пациенты проконсультируются. Кардиохирургия показана, но операция невозможна из-за того, что у пациентов нет денег. И пациенты уезжают домой умирать. Институт с мировым именем. Почти 5000 операций в год было, пока не попали в пилотный проект очередной медицинской реформы. На операционный стол за счет государства, если есть направление от облздрава, остальных принимать велели только с чеком из кассы. Так Минздрав пытается перевести учреждения на самоокупаемость, а чтобы наверняка четырем крупнейшим медицинским институтам Украины заблокировали поступление из бюджета. На зарплаты, коммунальные платежи и расходные материалы больницы должны зарабатывать на пациента. У нас на то, что перекладываются все финансовые вопросы, это тоже на пациента. Потому что не все пациенты могут оплатить и медицинские препараты, и оксигенаторы, и протезы. То есть это очень тяжело. То есть нам тяжело очень работать, но пациентам нашим еще намного хуже. Мы объяснили Минфину и Минздраву, что институты, как государственные учреждения, не могут существовать только за счет предоставления медицинских услуг. Им необходимо базовое финансирование. Месяц эксперимента и полный провал. Стоимость одной операции на сердце колеблется от 80 тысяч гривен до 230. То есть минимум 180 тысяч рублей, когда средний доход украинца в 10 раз меньше. Пациенты платить не готовы, а врачи бесплатно работать не могут. После скандала в местной прессе деньги перечислили, но только одному институту и только на зарплату. Минздрав платить больше не хочет. Пилотный проект продолжается. Зарплаты нет. И вот нет, я не говорю уже о каких-то огромных коммунальных задолженностях, которые имеет институт. Но, к сожалению, некоторые доктора и прямо целые бригады были вынуждены искать где-то себе другую работу. То есть они уезжают за границу. А ведь оттуда, из-за границы и растут ноги медицинской реформы, которая, если не до инфаркта, то до паперти пациента точно доведет. Американка украинского происхождения Ульяна Супрун с кресла ИО-министра здравоохранения учит врачей Украины, как, чем и за сколько лечить. Запретила российские лекарства и оставила больницы без вакцин и препаратов. И все обещает замену найти. Сегодня нет препаратов для лечения онкобальных детей. Но при этом государство выплатило 4 миллиарда гривен, которые были выведены на заграничные счета еще в ноябре 2016 года. На сегодняшний день на Украину поступило лекарство на сумму, составляющую всего 27% от количества средств. Где все это? В 2017 году выделено 6 миллиардов гривен на закупку вакцин для онкобальных. Но ничего не использовано и не закуплено. Не реформы, а геноцид. С плакатами и просьбами остановить безумие под окнами Минздрава недавно застыли тысячи врачей, бедсестер и фельдшеров. Последних Супрун вообще предлагает упразднить. В мечтах американки к украинцам на вызовы должны ездить парамедики, которые больше похожи на таксистов. Никакого лечения. Задача просто отвезти в больницу. Мы оказываем первую помощь, там давление, там головная боль, там температура. Мы все это сделаем на дому и все. А в больнице их просто ждет куча анализа, куча денег на анализы. Но они просто это не смогут и люди гибнут. К людям министр так и не вышло. На просьбы профсоюзов уволить Супрун президент Порошенко многозначительно промолчал. Когда западным партнерам страна должна миллиарды долларов по кредитам, министр готовый экономить на здоровье простых украинцев еще пригодится. Алёна Германова, Наталья Литовка, Юлия Гамаева, Первый канал, Украина.